Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин. По многочисленным просьбам я решил открыть свой видеоблог и рассказать вам про то, чем занимается Серж Мартин гараж. И начнем мы с всем много уже известной ВАЗ-2008 моей постройки. Начнем с двигателя. Двигатель 1.6, 16 км по двигателю. Начнем сверху и пойдем вниз. Головка блока у нас запилены каналы. Первичные каналы впуск 39 мм, вторичные 27 мм. Впускные седла также развернуты до 27 мм. Также у нас выпуск восточен. Первичные каналы 3.4 мм, вторичные 23 мм. Распредвали у нас. Распредвали у нас ОКБ двигатель РС-705, РС-655. То есть у нас по ним получается база впускного распредвала 320, выпускного 310. Подъемы у нас 10,5 мм, там и так. Дальше у нас по системе питания у нас стоят карбюраторы Делорта 40-й с 37-ми диффузорами. Это максимальные диффузоры, которые можно сделать на 40-х карбюраторах. Больше уже дальше можно. Так, дальше мы поехали у нас по низу. Низ двигателя, грубо говоря, у нас стандартный. Так сказать, что по низу доработано, это единственное, это немного облегченные шатуны. То есть, так сказать, чисто символически, чтобы облегчить их и выровнять вес. То есть, поршня у нас стандартный, 124, то есть, коленвал у нас 1,6, с ходом 75,6 мм. То есть, маховик слегка облегчен, то есть, немного, то есть, до 5 кг. По системе выпуска стоит ПАУК 4.1, сразу с системой сброса выхлопных газов. То есть, что означает это такое? Когда надо, так сказать, навалить, то есть, выхлопные газы выходят сразу из ПАУКа в атмосферу. То есть, когда надо просто, как бы, покататься, выхлопные газы идут по стандартному выхлопу. Машина работает тихо, никого не напрягает. Так, дальше у нас система зажигания. У нас стоит обычный трамплер 2108. То есть, это двигатель, так сказать, без мозгов. То есть, в карбюраторе подают топливную, топливно-вздушную смесь. Трамплер у нас подает искру. Ну, по говоря, это основные позиции этого двигателя. Двигатель мощностью расчетный 230 лошадей. Время разгона от 0 до 100 км подтверждает правильность расчетов. На стандартной резине время разгона от 0 до 100 км у нас занимает 6 секунд. Есть на моем же канале видео последних тестов уже на более серьезной резине. То есть, ну, сейчас пока решаем ряд проблем. И когда мы решим, будет немного результат получше. Кого интересуют различные доработки, то есть, можете обращаться. В описании будет мой номер телефона, а также ссылка на контакт и на сайт Drive.ru. Сейчас мы заведем. Послушайте, как работает. Так что, заводим. Вот так звучит этот 2108. Сейчас я вам еще покажу, как это все выглядит, организовано у нас. Трамплер у нас установлен через переходную плиту, то есть, АЭД выпускного распредвала. Вот наши карбюраторы с расточенными диффузорами. Там у нас паучок. Все это у нас вот так выглядит. Вы можете спросить, где же находится радиатор, где находится аккумулятор, почему их нет под капотом. Об этом я вам расскажу в следующей части. Подписывайтесь на канал, если вам будет интересно. Все самое интересное только начинается. Всем пока!